Вот так сейчас выглядят дороги области. Несмотря на сложные погодные условия, большинство трасс можно проехать без особых проблем, говорят чиновники. Все дороги открыты, движение везде открыто. Нас, в общем-то, спасает плюсовая температура. Снег на дороге не стоит, он тает. Машины при интенсивном движении разбивают его тут же. В городе ситуация намного лучше. В течение дня дороги замести не успело. Снег шел, но быстро таял. По информации патрульной полиции, серьезных заторов не возникло, а количество аварий не больше, чем обычно. Есть местами тянучки, есть небольшие затруднения в центре города и по направлению к центру, но особого ажиотажа, либо всплеска дорожных аварий мы в данный момент не фиксируем. Патрульная полиция работает в обычном штатном режиме. Город обслуживает один батальон, который вышел по графику. Не зафиксировано пока и серьезных перебоев со светом. В Облэнерго говорят, отключения в разных районах города есть, но они связаны с нагрузкой на электросети. Специалисты сейчас работают в усиленном режиме. У нас обычные отключения, они немножко участились в связи с тем, что похолодало, отопления нет. Люди включаются в розетку, я это вынужден констатировать, и у нас, естественно, есть отключения. Но синоптики говорят, 21 апреля погода может существенно ухудшиться. Ночью температура опустится до минус трех, а днем ожидается не выше 7 градусов тепла. Циклон будет блокирован этим мощным антициклоном и все время будет находиться на территории области. Где-то двое суток вращаться и работать над нами. Экстремальное развитие процессов. Ветер, осадки, понижение температуры мы ожидаем в ночь 20-го на 21-е число. По прогнозам специалистов, такая погода продержится как минимум до субботы, а после на смену внезапным апрельским метелям придет потепление. Владимир Омельченко, Виталий Кривенко, Андрей Терещенко, Первый городской.